Вся деятельность компании претерпела очень сильные изменения после внедрения этих роботов. Вам должно быть удивительно наблюдать за тем, как товары сами собой исчезают с одной полки и появляются на другой полке. Как вы оцениваете работу кива роботов? Мы занимаемся выполнением заказов уже 20 лет и с каждым годом совершенствуемся. Наше последнее нововведение — это презентация нового типа склада. Вызов, с которым мы столкнулись при этом, заключается в том, что мы многократно увеличили объем товаров. Если взять этот склад, то на 21,5 миллионов совокупного запаса товаров приходится 3,5 миллиона различных видов товаров. И для того, чтобы обойти весь склад и достать именно тот шкаф, который хочет получить покупатель, нужно потратить очень много времени. Вы хотите сказать, что на этом складе 21 миллион товаров? Да, свыше 21 миллиона товаров. Забавно видеть на одном стеллаже и детские игрушки, и электросверла, и я не знаю, какие еще товары. Скажите сами. Да, все что угодно. Игрушки, витамины, игрушечные ракеты. Вы знаете, мы в моей семье, у меня есть жена и двое детей, совершаем на Амазоне около 90% нашего общего шоппинга. Эти маленькие коробочки сначала будут доставлены ко мне домой, так как я живу ближе. Но позвольте мне вас спросить, насколько эффективно происходит погрузка и разгрузка товаров с помощью роботов? Произошли ли какие-нибудь изменения в самом процессе погрузки? Да, произошли фундаментальные изменения в силу того, что благодаря роботам больше не нужно ходить за товарами. Теперь все, что мы делаем, это упаковываем товар, чтобы он был готов к продаже. Товары, которые вы видите, полностью готовы к продаже и доставке в течение одного дня в пределах Сан-Франциско. Вы заказываете товар днем и получаете его уже вечером. И то же самое можно сказать про процесс выдачи товаров. Лицо, занимающимся выдачей товаров, больше не нужно ходить за ними. Товары автоматически перемещаются к нему в руки. Если раньше весь процесс обработки заказанного товара занимал полтора часа, то теперь мы можем управиться всего лишь за 15 минут. Это потрясающе. Вы уже разрабатываете эту систему около 6 месяцев. Наверняка вам пришлось очень много обучаться в процессе работы. Например, вы наверняка говорили себе, о, эта вещь нам поможет в этом. В чем в этом? Что конкретно вы изучили нового в процессе разработки роботов? Знаете, эта система состоит из трех крупных составляющих. Первое — это расширение. То есть расширение перечня товаров, доступных для покупателей в рамках одного бренда. Например, на этом складе хранится на 50% больше товаров на один квадратный метр, чем это было на предыдущем складе. Я думаю, что это связано с тем, что вы максимально загрузили пространство склада. Вам не нужно иметь дополнительное свободное пространство, чтобы доставлять товары, как это делают в библиотеке. Да, именно. Кива роботам не нужны проходы между стеллажами, поэтому, как вы видите на заднем фоне, стеллажи с товарами очень плотно стоят друг к другу. Роботы также обходятся без вспомогательных систем перемещения и обработки товаров, занимающих очень много места. Давайте поговорим о месторасположениях ваших логистических центров. Очень интересно, что ваши склады располагаются в часе или двух часах езды от Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сакраменто. Как вы выбираете месторасположение ваших складов? Играет ли при этом какую-либо роль изменение налоговой политики Амазона? Для нас главное — это стать ближе к покупателю. Первое, на что мы обращаем внимание, — это предоставить покупателю большой выбор товаров, доступных в непосредственной близости от него. Второе — это ускорение процесса доставки товаров клиентам с помощью роботов Кива. Расширяя нашу сеть и открывая новые склады, мы становимся ближе к нашим покупателям. Когда у нас было всего лишь пять логистических центров в 1999 году, мы считались скорее региональной фирмой по доставке товаров. Но теперь у нас 50 таких центров в США и 109 в мире. Имея такую широкую зону охвата, мы можем быть намного ближе к покупателям по всему миру, где бы они ни находились. Стоит также упомянуть ваш успешный сервис воскресных доставок. Несколько недель назад, в воскресенье, я вышел из церкви и с удивлением увидел почтовый грузовик и тут же сказал себе, «Ах да, сегодня же воскресенье!» И, конечно же, он был заполнен ящиками с товарами, купленными на Амазоне. Удивительно, как быстро покупатели приноровились к этому новшеству и полюбили воскресную доставку. Мы попробовали изначально запустить службу воскресной доставки в 19 городах США и очень быстро охватили тысячи городов по всей стране. В этом заключается огромный положительный эффект от реализации нашей программы Prime, осуществляющей бесплатную двухдневную доставку товаров. У меня вопрос касательно работы сортировщиков и комплектовщиков ваших складов. Как они оценивают работу с роботами? Привело ли это к усложнению рабочего процесса из-за необходимости работать со сложными механизмами, либо наоборот, им стало легче работать, так как теперь им не нужно преодолевать расстояние в 12 миль в день? На самом деле, работники склада с удовольствием отнеслись к внедрению новой системы, потому что теперь они могут заниматься тем, что напрямую связано с удовлетворением клиентских нужд. Все наши сотрудники являются владельцами компании, а в качестве владельцев компании они знают, что больше всего ценят клиенты. Большой выбор, скорость доставки и привлекательную цену. И теперь они могут все свое время посвятить работе над тем, чего именно хотят от них клиенты, над ускорением процесса выбора и доставки товара. Их позитивное отношение к внедрению новой системы связано с тем, что отныне им нужно больше думать и меньше ходить. Да, теперь им приходится работать с совершенно новыми технологиями и с новыми системами. Но самое главное, что непосредственную выгоду от этого получают их клиенты Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok